Рассказываем на примере массовых беспорядков в Казахстане о том, как не надо протестовать. Нам события в Казахстане напомнили то, что произошло в России в 1905 году и получило название «Кровавое воскресенье». Напомню, там красивый сладкий батюшка по имени Поп-Гапон решил устроить мирную демонстрацию, чтобы сказать царю, как плохо живет простой народ. При этом из-за мракобесия и идеализма не предположил, как на это отреагирует царь. Но «Кровавое воскресенье» получилось не из-за мракобесия Попа Гапона, а из-за того, что к его шествию присоединились другие более агрессивные политические силы, желающие грабить и драться. Собственно, иконы на демонстрации возникли как раз из-за того, что по дороге часовню разграбили, иконы взяли в руки, как реквизит. Деньги и ценности по карманам спрятали. Поп-Гапон не читал работы товарища Ленина относительно того, как бороться с провокаторами, и не мог помешать присоединяться к своей мирной демонстрации всяким хулиганам. А этих работ Ленина еще не было в 1905 году, но на момент событий в Казахстане они не просто были, но были доступны через интернет. Йоу! Главное правило при проведении любых протестных мероприятий – не дать другим политическим силам использовать вас и ваши мероприятия в своих целях. То есть, если вы мирно стоите с плакатом, а рядом кто-то кидает с камнями и грабит магазины, то равная ответственность ложится на всех участников митинга, то есть и на вас в том числе. Потому что митинг перестал быть мирным, а ваше участие в нем зафиксировано, и придется вам отвечать. Поэтому, участвуя в любых массовых мероприятиях, даже в официально разрешенных, например, в каком-нибудь бессмертном пауку, надо быть готовым к самым разным провокациям и правильно на них реагировать. Например, если вы студенты и идете в деканат своего института с требованием переделать неудобное расписание лекций, и вдруг среди вас появляются непонятно откуда-то взявшиеся личности, которые начинают бить стекла и кричать президента в отставку, то вы должны своими студенческими силами их скрутить и сдать полиции, то есть практически доказать, что эти личности не имеют никакого отношения к вашему митингу. Иначе сами станете участником антиправительственных студенческих выступлений, и в лучшем случае перестанете быть студентами. В 1917 году на массовых мероприятиях большевиков дежурили специальные рабочие дружины, которые следили за порядком и пресекали деятельность провокаторов. Чтобы никто из сторонних наблюдателей не смог потом обвинить большевиков в погромах или присвоить большевикам политические лозунги, которые большевики не выдвигали. И поэтому большевики, изначально будучи довольно маленькой политической силой, быстро окрепли и победили не только текущую власть, но и всю остальную оппозицию, которая боролась за эту власть. А так как протестующие в Казахстане поленились ознакомиться с успешным опытом антиправительственных протестов образца 1917 года, то пока одни протестовали против повышения цен на газ, другие грабили и поджигали. А виноватыми оказались те, кто протестовали, потому что они остались стоять с покатами, а погромщики все, что награбили, унесли, что не смогли унести, подожгли и разбежались. Мораль. Не умеете протестовать, лучше сидите дома и совсем смиряйтесь. Мораль.